Привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас вторая часть пустых банок за июнь месяц. Минимально, тут буквально несколько продуктов, что у меня, что у Натузьки. Как всегда, накатала мне первую часть. Смотрим, что нам понравилось. Кто живьём, да, хочет на Натузьку посмотреть, тоже переходим по ссылочке. Смотрим наше расхламление, наши новогодние пустые банки. Знакомимся. Значит, покажу своё сначала. Сначала что-то я разочаровалась во влажных салфетках от Delicare. Причём у меня их было много раньше, и они были хорошие. Я не знаю, что не так. Они с ментилярной водой тоже. Я тут использовала, когда красилась. Они жутко стали щипать глаза. Я не знаю, то ли пропитка поменялась. В чём проблема? В общем, не понравились. И туда же идут салфеточки. Это у нас от бренда, именно, ну, чисто литуалевские салфетки, короче. Они какие-то очень... Ну, то есть, они расползаются очень тонкие, и они какие-то плохо пропитанные для интимной гигиены. Но, не знаю, ну, то есть, они вот прям... Не даже не сказать, что они супермягкие какие-то. Вот они реально супертонкие и рвутся просто вот, ну, как... Не знаю, не понравились. Думала всё-таки в хорошее в кинуть или в плохое, но кинула всё-таки в плохое. Это у нас шампунь и бальзам кондиционер питательный с кокосовым молочком. С кокосовым молоком. От бренда OGX. Сейчас, по-моему, бренд из России ушёл. Что-то стоит каких-то безумных денег на озоне. Но конкретно вот эту серию, наверное, всё-таки я рекомендовать не буду. Редко пользовалась. Я прям вымучивала. Вот, то есть, я уже прям добивала. И то, мне кажется, тут какие-то капли остались ещё там на разок, но я больше не могу. Вот, оно закрыто, и оно даже так пахнет кокосом. Это очень душный запах кокоса. То есть, он очень тяжёлый. Если... Эта серия в целом подойдёт, если у вас очень-очень сухие волосы, очень сухая кожа головы. Вот, потому что питательный очень шампунь. Можно заработать реально перепитываю. Голова будет супер грязная. По длине тоже. То есть, если у вас волосы не сухие, это всё утяжелит. Просто у вас будут просто прям соплюшки. Поэтому, то есть, ну, может быть, где-то за границей, если, да, захотите приобрести. Прям думайте, девчонки, потому что спорный продукт всё-таки. У шампуни, вот, у Натушки как раз тоже жалоба на шампунь. Шампунь увлажняющий от бренда Lipo Base. Это аптечная история. Он идёт за сухой и чувствительной кожей головы. Во время мытья головы шампунь образует достаточно плотненькую пену и хорошо промывает волосы. Но сразу же на смывании чувствуется очень сильная сухость волос. И бальзам и маска здесь определённо необходимы. Примерно такие ощущения от использования глубоко очищающих шампуней, что определённо не моя история с моим обесцвеченным блондом. Отдала супругу на его натуральный короткий волос. Ему понравился. Шампунь неплохой, но не для всех. Но на самом деле, если они пишут, что вот уход за волосами сухой и чувствительной кожей головы, то всё-таки должно быть что-то мягче. То есть, если реально ей прям эффект глубоко очищающего шампуня, это всё-таки не будет. На самом деле, тем более для аптечного бренда. Ещё для волос. Её же баночка. L'Oreal L'ELECEF. Эксперт цвета. Двойной эликсир. И она не добила. Очень люблю линейку. Эту линейку L'ELECEF. Но этот спрей для волос мне не особенно понравился. Особого эффекта я от него не заметила. Но чуть легче волосы расчесались. Допользовать не захотелось. Ну, как-то не зашло. Крем для лица. Estee Lauder Revitalizing Supreme. Global Anti-Age. Это такая достаточно дорогая линейчика Estee Lauder. Крем мне не понравился своей липкостью. Я мучилась в полбанке и сдалась. Может, конечно, мне он был велик по возрасту. 30 плюс. Это она уточняет. Может, я не умею его готовить, но для меня он просто фу. Вау-эффекты и хотя бы работы над мелкими морщинками я не нашла. Отдала маме. 60 плюс. Она человек без особых претензий, но и ей было липко. Но в целом ей понравился. Ну, на самом деле, я не знаю, может быть, действительно супер какая-то на сухую кожу. Это должно быть именно на возрастную. Ну, потому что все-таки это линейчика, да? Revitalizing, она идет на более возрастную аудиторию. Ну, не знаю. Может быть, действительно, просто мы не доросли еще. Крем для рук питательный, дабо яблоко. Самый ужасный крем для рук, который не делает абсолютно ничего. Очень жидкий, неприятный, абсолютно неэффективный. Единственный аромат приятный. Хотела выбросить сразу, но было жалко. И мы дружно с супругом его добивали. У меня, кстати, яблочный был. Вот она жаловалась тогда еще на манго, который почему-то пахнет базиликом. Но здесь, кстати, да, яблоко... Здесь больше яблоко чувствуется, чем там манго в том. Мне кажется, у меня он был. Но да, он жидковат определенно. Ну, не знаю, в чем проблема с ними. У меня тут две баночки еще. Simple Brand. Вам показывала тоже. Тоже чуть-чуть я не добила. Это скраб для лица разглаживающий. Покупала в подружке. Слава богу, что его больше не купить. Он снят с производства. И слава богу. Потому что это реально отвратительная история. То есть он воняет каким-то жутким пластиком. Это просто вонь невыносимая. Это прям просто мерзко. Пользоваться невозможно. Я пользовалась вот эту часть чисто. Потому что на лицо я не хотела это мазать. Прям вот эта отдушка, это кошмар. И блеск выкидываю. Ну, как блеск, бальзам. Ледяное яблоко от бренда AXI ONE. Он не законченный. Вот. Но он немножко как будто то ли прогорк, то ли что-то. Хотя в тепле и не стоял. Не знаю, в чем проблема. У него вообще изначально была очень слабая отдушка. Сейчас она пропала вообще. И появился вот этот запах не очень приятный. Вот. Как бальзам, но на ночь, наверное, норм. Перед макияжем использовал. То есть обязательно его стирать. Потому что если вы там тон, пудру, что-то кладете, он начнет растекаться. И у вас вот здесь будет, соответственно... Ну, он растворит просто продукт, потому что это жирная история все-таки. Так, все. И последняя баночка. Тут, я говорю, у нас даже 10 минут не получится. Увлажняющая маска от SHIFT. Это вот на тузке не понравилось. Давайте посмотрим, что пишет. Разочарование пришло, откуда не ждали. Маска имеет абсолютно ужасное лекало, на мой взгляд. Это огромные дыры по пропитке. Среднее ожидание не совпало с реальностью. Ну, вот, так сказать, с лекалами почему-то у бренда часто вот косячат. Надо было ей все-таки вложить сюда вот эту масочку, хоть посмотреть. Потому что, помните, я вам тоже какие-то маски покажу. Просто с огромными дырами, и как этим пользоваться, непонятно. Все. Разобрали июньские пустые банки. Было много. Очень много в этот раз. Все. Заканчиваю болтать. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. На следующий moment. Пока. 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 Продолжение следует...